МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаешь, Саш, на зимней рыбалке это такой вид досуга, который очень любят одни и совершенно не понимают другие. Ну и правда, казалось бы, что здесь интересного? Сидишься день на морозе и радуешься паре-тройке сонных рыбешек. Знаешь, Макс, такого рода медитация совсем не по мне. Ага, тем более, что медитировать приходится при крайне отрицательных температурах, между прочим. Это настоящий челлендж для каждого мужика, который, в принципе, наверное, хоть раз должен каждый испытать. Ну и много тебе удалось поймать в этом сезоне, а? Да нормально. Так, у нас килограммов 10-12. Правда, это было в супермаркете. Все понятно. Доброе утро, губерния. В студии Максим Плагнюк. И Саша Байдачная. Сегодня мы готовимся к зимней рыбалке и мечтаем о богатом улове. Да. Интересно, а что бы наши жители города пожелали бы, если бы поймали золотую рыбу? Ой, здоровье, только здоровье. Больше ничего не надо. Себе и своим близким. Побольше денег и счастья. Сдать сессию. Деньги. Отмена ЕГЭ. Ну, чтобы коронавирус вообще кончился наконец на всей планете. Чтобы были все счастливы. Чтобы у всех все было хорошо. Главное, в семье чтобы все было хорошо. Вот. Я считаю, это самое главное счастье. Чтобы коронавирус закончил все вот эти все болезни. Друзья, сегодня понедельник, а это значит, что к нам в гости пришли наши любимые телезрители. Итак, знакомьтесь. У нас в гостях Виктория Моисейцева, врач-косметолог, зритель. Доброе утро. Мы сегодня говорим о темней рыбалке. И мне кажется, такого заядлого рыбака видно издалека по его обветренному лицу. Но на самом деле, такое лицо бывает и у просто людей, которые часто бывают на улице, на морозе. Что делать с кожей, которая начала шелушиться, трескаться? Начала сохнуть на морозе. Да, обветрилась. Сохнет кожа на морозе, потому что у нас резкие перепады температуры. Дома у нас тепло, а на улице у нас там минус 15, например. И такие перепады температуры для кожи, они вредны. Поэтому кожа реагирует на это сухостью, шелушением. И что делать? Во-первых, есть специальные крема, на которых написано «защитный». Это значит, такой крем, он создает пленочку на коже, и кожа менее отвечает на неблагоприятные воздействия холода. Поэтому такой вот крем нужно наносить. И еще хорошо, если он будет с СПФ. Это значит, будет защищать кожу от солнца. Потому что зимой солнце так же активное, как и летом. И зимой тоже солнце вредит коже. Даже может быть сильнее, потому что светоотражение от снега вдобавок. И кожа под этим действием сохнет. А наносить крем такой нужно за сколько до выхода? Потому что обычно такой «А, уже не успеваю, быстрее намазался и побежал». Это правильно? Или надо за час заполчить, чтобы он впитался немножко или нет? Ну, по инструкции за 30 минут. Ну, хотя бы за 10 минут, и то будет тоже хорошо. Ну, плохо, да. Какие вообще процедуры нужно с нашей кожи к манипуляции проводить именно зимой? Питать ее, увлажнять? Расскажи мне. Питать – это вот питательный крем, да, если кожа сохнет. Есть кожа, если жирная, то, конечно, питательный крем не нужен. Вот, солнцезащитный крем. Процедуры – это при сухости кожи, это биоритализация. Самая такая хорошая процедура – это уколы. Маленькой-маленькой иголочкой делается по всему лицу. Уколы с гиалуроновой кислотой. Гиалуроновая кислота, она полезна для кожи. Она будет питать, увлажнять, уплотнять кожу. Вот кожа перестанет сохнуть, шерушиться и разгладиться морщинки. Если человек боится подобных манипуляций, можем им какими-то средствами, например, или какими-то масками обойтись. Интенсивным втиранием. Или нет? Кремами, питательными. Крем должен быть зимой, если у вас, тем более, кожа склонная к сухости. Быть питательным, не увлажняющим. Например, летом и в теплое время года можно использовать крем увлажняющий. А зимой уже переходить на более плотные крема. Это питательный, защитный крем. И обязательно с добавкой СПФ. Какие самые частые ошибки совершают люди в плане ухода за кожей? Наверняка же приходят какие-то клиенты и говорят, что-то они сделали не так. С какими проблемами обращаются, что самое популярное? Ну, в ошибке по уходу. Например, многие любят умываться горячей водой. А это категорически нельзя, особенно зимой. Потому что зимой, как я говорила, перепады температур. И плюс умывание, если горячей водой, это еще сильнее будет влиять на сосуды кожи. Так хочется же согреться. Вода должна быть теплая, да. Не ледяная, не холодная. Вода средней температуры. Вот еще многие используют, особенно при угревой сыпи, это спирт. Это очень у всех распространено. Прижигать кожу спиртом. Да, я тоже так делаю. Это тоже очень чревато. Вот поэтому кожу спиртом нельзя. Некоторые выдавливают прыщи, да, и потом прижигают спиртом. Нет, это еще сильнее травматизация и распространение инфекции. Потом на этом месте может образоваться рубец, потому что сильно травмировать кожу. Так, сколько ошибок-то мы, оказывается, совершаем. Ладно, прервемся немного, вернемся к теме рыбалки, а точнее к нашему улову. Вот вам потрясающий рецепт лосося на пару. Здравствуйте, меня зовут Давид Ян. Очень простое блюдо, которое состоит из раз, два, три, четыре из четырех компонентов. Для того, чтобы приготовить наше блюдо, мы берем филе форели, отрезаем порционно и ставим этот кусок в пароварку. Пока он будет готовиться, мы сделаем шпинат. Когда я кладу рыбу в пароварку, я использую маленький секрет. Я кладу на дно небольшой кусок пергаментной бумаги, чтобы рыба не прилипала к посуде. Что касается времени. Если рыба при комнатной температуре, то такой кусок можно поставить на 14 или 15 минут. Тогда он будет готов как раз аль денте. Пока у нас размораживается шпинат, мы приготовим все, чтобы его жарить. Мы их измельчаем не очень мелко, потому что мы хотим, чтобы при приготовлении сохранился дух чеснока. Если у нас есть возможность использовать свежий шпинат, это было бы лучше. Но чаще нам доступен он в замороженном виде. Вообще шпинат это потрясающий продукт. Все думают, что это чисто углеводный продукт, это зелий. На самом деле, если вы обратите внимание, количество белков в нем зашкаливает. Это источник и белков, и углеводов, и каротина, и железа, и огромного количества витаминов. Это просто потрясающе вкусный и полезный продукт. Я не использую масло при горячей обработке, но сегодня мы добавим буквально несколько капель. Это пол чайной ложки. Это ненасыщенные жиры, но, тем не менее, перебарщивать с его использованием тоже не нужно. Достаточное количество ненасыщенных жиров уже получим сегодня от рыбы. Чеснок мы слегка обжариваем на сковородке и добавляем шпинат. Достаточно разогреть шпинат на сковородке вместе с чесноком, а затем полить лимонным соком. Мы получаем удивительно вкусное блюдо. Оно может рассматриваться и как самостоятельное блюдо, и как гарнир. Пока мы все это делали, у нас приготовилась рыба. Итак, все готово. Теперь подаем наше блюдо. Для того, чтобы сделать это блюдо необычным, мы добавляем сюда немножко сладкой черешни. Сладкий вкус черешни особым образом заиграет со шпинатом, который у нас слегка кисловат, и с насыщенным вкусом рыбы. Бон аппетит! Друзья, мы напоминаем, что у нас в гостях Виктория Моисейцева, врач-косметолог, зритель. Еще раз доброе утро! Да, сегодня мы возвращаемся с зимней рыбалки и обнаруживаем, да и не только с рыбалки, а просто с улицы, с мороза, и обнаруживаем на лице какие-то красные пятна, сосуды. Что это такое вообще? Сосуды на лице. Это называется заболевание купероз. Это когда сосудистая стенка ломкая и нарушено замедленное кровопрощение. На морозе это еще сильнее обостряется, потому что на морозе у нас кровопрощение еще сильнее снижается, и сосуды краснота проявляются на лице. Что делать? Это защищать кожу, наносить, перед выходом как-то закрывать лицо, особенно на рыбалке, да, нужно закрыть лицо хотя бы там шарфом, вот, и нанести опять же-таки солнцесощитный крем. Но купероз, он сам по себе не проходит, да, вот эти меры, если сделать, то у вас не пройдут сосуды, вот, но тут нужны уже процедуры. Это инъекционные процедуры, которые лечат куперозы, и плюс уход, это сон за счет. Мы говорим сегодня о рыбалке, и какие-то продукты нам могут помочь, например, рыба, не знаю, омега-3, вот, какие-то жиры. Прямо время рыбалки или вообще? Помочь для того, чтобы восстать нашу кожу, для того, чтобы... Ты не сбиваешь. Для того, чтобы выглядеть хорошо. Есть ли какие-то продукты, косметологии? Рыба, конечно, сегодня тема рыбалки, и рыба, это хорошо для кожи, потому что она содержит омегу-3. Омега-3 – это питание кожи изнутри. Наловил и сразу ешь. Но вы-то на рыбалку ходите? Нет, не было ни разу. Вот так. Ну вот. Зато с кожей все в порядке у человека, сразу видно. Бонус. Мастер своего дела, да. Мы предлагаем вам сегодня стать нашей телеведущей и прочитать прогноз погоды. Готовы, Ленка? Отлично, да. Прошу вас подняться на изготовку и внимание на экраны. Доброе утро. Начало февраля выдалось снежным и мокрым, и сегодня все продолжается в том же духе. Сегодня облачно, небольшой снег, скорость ветра до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха довольно комфортная, минус 5 градусов ниже нуля. Всем хорошего дня. Браво! Идеально, присаживайтесь. Внешность у вас подходящая. Да. Мне кажется... И с талантом все очень даже здорово. Ну все, берите меня к вам. Ой, против. Мне кажется, наши рыбаки порадуются такой погодей. Правда, придется явно прорывать себе дорогу, тоннель под снегом. Как впечатление вам? Понравилось ли нашей студии? Понравилось ли быть в роли телеведущей? Все понравилось. Как будто каждый день это делали. Мы желаем вам вдохновения, успехов больших... И удачи. И удачи, да. Спасибо вам. Спасибо вам, что вы сегодня к нам пришли и порадовали полезной информацией и замечательной улыбкой. Спасибо большое. Друзья, ну а если вы в такую хорошую погоду отправитесь на рыбалку, кальмаров, к сожалению, не поймаете. Потому что они у нас попросту не водятся. Зато водятся в рубрике у Татьяны. Пецной. Разнообразие кальмаров, а также их количество, позволяет вылавливать этих моллюсков тоннами. В зависимости от среды обитания, они могут иметь разный оттенок шкурки. Серый, голубой, насыщенно-фиолетовый. А мясо у всех должно быть белоснежным. Главная его ценность заключается в высокой концентрации белка. Он составляет примерно одну пятую от общей массы. Поэтому даже маленькая порция отлично утоляет голод. При этом жары практически отсутствуют. Так что продукт можно назвать диетическим. Но не все так радужно. Дело в том, что ежегодно в мировой океан попадает огромное количество всевозможных вредных соединений. В том числе и ртуть. Во избежание возможного отравления стоит проверять документацию перед покупкой. Есть еще один небольшой секрет, которым следует руководствоваться при выборе. Чем моложе кальмар, тем меньше размер тушки, а значит нижнее вкус. Достаточно отварить, посолить и сразу подавать на стол. Всего в 80 граммах содержится до 90% суточной нормы меди. Это минерал, без которого невозможно нормальное усвоение железа, следовательно и образование эритроцитов. А вот к сушеным вариантам лучше относиться с осторожностью. Их неумеренное употребление может спровоцировать отложение солей, что в свою очередь ведет к застою жидкости в организме. Также их не стоит жарить. Это убьет микро- и макроэлементы. Обидно, ведь недаром кальмар прозвали морским женьшенем. Думайте сами, что из этого весомый аргумент. Только умоляю, не взвешивайтесь после завтрака. Друзья, мы продолжаем наш эфир. И у нас в гостях Татьяна Серова, ведический островок. Доброе утро. Доброе утро. Рады быть у вас в гостях. Да, а мы рады вас видеть. И с астрологией мы уже знакомы. Мы уже в ней, в принципе, даже немного разбираемся. Натальная карта. Что значит ведическая астрология? Есть две астрологии. Ведическая и западная. Ведическая от слова «веды». То есть это знания, которые рейшами передавались. Руны, листы, тайны знаний. Из поколения в поколение. Ну, сейчас, конечно, всё это уже проще. Передаётся просто через какие-то школы. А западная астрология – это современная астрология. В принципе, не так давно она появилась. Это просто другой взгляд на ведическую астрологию. То есть посмотреть под другим углом. Она тоже интересная. В ней тоже есть инсайты, откровения. Но всё-таки я, как человек, который связан с ведическими знаниями, я много путешествовала по Индии, увлекалась йогой. В принципе, йогу я люблю. Я пошла к источнику и также начала своё изучение с Индией в 2014 году. А можно ли сказать, что какое-то привлечение магии есть в ведической астрологии? Или всё-таки нет? Мистикой. Никакой мистики нет. Абсолютно. В точку рождения, когда вы рождаетесь. Ну, допустим, в Самаре в 10-20. В 1985 году родилась девочка. И в этот момент, если сфотографировать картинку всего этого непосвода, то мы увидим, что Луна, допустим, если она днём родилась, Луны нет, она невидима. Солнце, оно в зените, если 12 часов. И также все планеты в каких-то знаках. Сейчас вот Юпитер у нас в определённом знаке, Сатурн, да. И эти планеты все, вот вся картина стояла. Этой картинкой её судьбы. И вот так, как всё это расположено, где, в каком уголочке находится, какая планета, через какой знак она преломляется, это всё даст вам результат. Конечно, кажется, что это сказка. Но, наблюдая за своей жизнью и тому, как раскрывается моя карта, я вижу, что это работает. И также подтверждение у моих клиентов. Вот западная астрология, она такая же, вот, по крайней мере, основы у неё такие же. А есть какие-то принципиальные отличия? Могут ли вообще не противоречить друг другу? То есть один астролог западный скажет, что такой прогноз, а вы скажете, что нет, нет, нет. Вот по ведам другое. У западной астрологии прогноз идёт по транзитам. Это немного другая система. В ведической астрологии идёт отсчёт Вимшотре-Даши. То есть вот в точку вашего рождения у вас запустился планетарный цикл. И это не связано с транзитами общими. То есть именно ваш период, какой период именно вы проживаете, вы можете проживать сейчас Юпитер, вы Сатурн, у вас там, вам плохо, вам хорошо, понимаешь. То есть и у всех разный цикл. А если брать западную, то они больше ориентируются на транзиты и на их влияние. Транзиты, то есть то, что сейчас происходит в небе. Но ведическая астрология говорит, что транзит влияет лишь на 30%. Всё остальное результаты вашей личной, скажем, ваших периодов личных, которые в вашем персональном гороскопе с минуты рождения запущены. Но если человек не может найти свой путь, сложно ему в этом, ведическая астрология может направить, помочь, как-то что-то подсказать? В чём она вообще может помочь, да? Вот я человек очень практичный, честно скажу. Я астролог, но моя тема – предназначение финансы и карьера. Мне эта тема интересна. Я просто вижу, как эта работа раскрывается в моей практике, в моей жизни. И вот с тем людьми, с которыми я работала, я вижу, как у них сейчас это разворачивается. Поэтому для меня интересно заниматься темой денежного потока, темой сильных сторон и потенциала в карте. И вот, скажем так, я хочу быть телеведущей. Окей, у тебя есть талант, но я не вижу периодов, что это раскроется, и у тебя это будет. Поэтому, скорее всего, это будет ограничиваться театральным кружком. Или наоборот, человек говорит, я хочу заниматься вязанием. И просто себе вязать и своим друзьям. Но я вижу гороскоп, понимаю, ну вообще вам надо бы в медиа выходить, и у вас это будет. Просто сейчас у вас период луний, да, и у вас такой дострой домашний. Но когда у вас будет и Венера, к примеру, вас очень будет интересовать вся вот эта вот внешняя красота и такое вот социальное пространство. Поэтому вы выйдете, и человек понимает, круто, что мне нужно сейчас, какие инструменты, чтобы в тот период я ярко сработала. Так, давайте всегда, я такой прагматический взгляд у меня в нашей паре. Есть ли какие-то конкретные примеры трансформации, успешности, того, что вот эта схема, предсказания сработали? Я расскажу на своем примере, конечно. Когда я начала заниматься астрологией энное количество лет назад, я имела один денежный потенциал. Но я узнала, что через какое-то время у меня потенциал денежный будет гораздо больше. И я начала предпринимать определенные действия. Во-первых, усиливать знания астрологии, начала изучать маркетинг, инстаграм. То есть я понимаю, что мне нужно двигаться, мне нужно продвигаться. И сейчас я вижу, что мой доход вырос в 6 раз относительно того, с чего я начала. Но если бы я не знала астрологию, я бы просто работала как раньше. У меня была основная работа, соответственно, я начала учить астрологию. Для себя мне было интересно, сейчас она как профессия у меня уже. То я бы работала на свои тысячи спокойно, увлекалась бы, ну, может быть, брала каких-то людей, кто сильно просит. Но сейчас я понимаю, что у меня в этом есть большой потенциал. Я просто должна подучиться, нажать на рекламу, сделать то-то. И в результате. Сейчас я повысила свой уровень жизни просто потому, что знаю, что у меня есть потенциал. И он реально ощутимый. Тогда потенциала не было, поэтому в целом точка отправки была такая. Очень всегда полезно узнать какие-то новые интересные вещи. Продолжим эту тему вместе с рубрикой «Юлия и Север». И снова вернемся к нам в студию. Мир, в котором мы живем, полон удивительных фактов, о которых мы и не догадываемся. Пришла пора узнать что-то интересное. Есть такое выражение «взгляд на звезды – это взгляд в прошлое». Что это? Просто красивая фраза или «поднимая глаза к небу, мы реально можем заглянуть на несколько лет назад». Ученые шутят, что если инопланетянин, находящийся на расстоянии 65 миллионов световых лет от Земли, посмотрит на нее в мощный телескоп, то он сможет разглядеть динозавров. Вот только в этой шутке есть все же доля правды. Все дело в скорости света. К примеру, яркая звезда «Сириус» находится на расстоянии 8,6 световых лет от нас. Это означает, что его свет, который увидит наш глаз сегодня вечером, путешествует больше 8,5 лет. Когда вы смотрите на более отдаленные объекты, эффект становится еще больше. Звезды созвездия Большой Медведицы находятся от нас на расстоянии от 60 до 125 лет. Вот вам забавный факт. Вы можете найти звезду-ровестницу и заглянуть в день своего рождения. Откройте список самых ярких звезд, посмотрите на расстояние до них и найдите число, наиболее близкое к вашему возрасту. Это будет ваша звезда рождения. Когда вы посмотрите на нее сегодня вечером, то увидите ее такой, какой она была во время вашего рождения. Для любого, кому больше 4 лет, найдется его родная звезда. Надеюсь, оно вам было интересно. Пока! Друзья, мы продолжаем и напоминаем, что у нас в гостях Татьяна Серова, ведический астролог. Ну вот, что меня пугает в прогностической астрологии, это программирование некое. Если ты о чем-то мечтаешь, действительно хочешь добиться или заниматься чем-то, вот не может ли случиться так, что человек разочаруется, да, если что-то, например, ему скажут, что у него нет потенциала, или будет биться, 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 как-то может это повлиять на него? Либо астрологи каких-то жестких мер не принимают и всегда как-то очень мягко подают информацию. Бывали у вас такие случаи? Да, конечно, и есть этическая сторона астролога. Астролог никогда не должен говорить негатив. Но есть правила в нашей школе, то есть я, если вижу какие-то проблемные ситуации, я никогда не буду говорить, что это будет яма, и ты в нее упадешь. Потому что я скажу так, что есть слабые планеты, и здесь есть возможность испытать некоторые неприятности. Поэтому для того, чтобы вам было комфортно вот в такой-то период, вам нужно просто делать это по таким-то дням. И гармонизировать, скажем так, вот ту связь, которая немножко ослаблена. Поэтому всегда все происходит с такой позиции, когда ты человеку хочешь только добра искренне. Вот к меня люди всегда выходят с каким-то глубоким осознанием, вдохновением к действию. Как бы такой волшебный пинок. Потому что я когда вижу, что у него есть какая-то яркая сторона, а он этим просто сейчас не занимается, он даже не знает. И он просто чувствует, сомневается, догадывается. Я, конечно, это высвечиваю. И очень часто люди от меня выходят и идут на какие-то курсы, освоят новую профессию, усиливать себя в тех частях, где у него, в областях, где у него есть в будущем успех. Есть ли, как вот в обычной западной астрологии, у единического ремесла, какие-то общие напутствия? То есть, допустим, когда у нас там какой-то ретроградный Меркурий, он там влияет на всех. То есть, можете ли вы дать какой-то мини-продноз на ближайшее время и сказать нашим телезрителям, в целом, это хороший год, плохой, тяжелый. Месяц, неделя. Будет ли весной благополучное время для всех или нет? Или только все очень индивидуально? Конечно, все индивидуально. Но мы же видим, что есть государство и что есть какие-то движения масс. Такие, знаете, что-то происходит. Вот все это время Сатурн был силен, и он, скажем так, на Сатурн планета ограничений. Какие ограничения мы испытали, да? Мы до сих пор немного их испытываем. Но хорошая новость в том, что с весны немножко будет облегчение у нас. А к лету, в принципе, мы можем вздохнуть. Там Юпитер, который все это тоже улучшает. Дружба с Сатурном, он приходит в свою самую такую большую силу. Он будет у нас в рыбах. Юпитер-рыбах, это когда всем, так знаете, благостно и хорошо. Поэтому он все это дело немножечко улучшит. И к лету мы с вами вздохнем. Конечно, времена тяжелые мы с вами пережили. То есть вот они, ну скажем так, такое самое сложное все позади. Конечно, впереди еще будут некоторые конфликты. Я уж не буду в странах там и различные распады. Ну, не будем в этом глубоко находить. Будет что-то происходить. Но в целом вот нам с вами немножко будет легче к лету. Татьяна, огромное спасибо за то, что обнадежили нас. Да, спасибо за вашу улыбку потрясающе. Спасибо за важную, полезную информацию. Спасибо, я была рада с вами провести это утро. Спасибо огромное. Друзья, вы оставайтесь с нами. Впереди еще очень много интересного. Мы совсем ненадолго прервемся. Затем мы вернемся в нашу студию. Затем мы вернемся в нашу студию. Затем мы вернемся в нашу студию. И снова доброе утро. В этой студии вас приветствуют любители ухи и зимней рыбалки. Максим Полагнюк. И Саша Байдачная. Дорогие наши уважаемые рыбаки. Мы с Сашей в сто раз меньше знаем про рыбалку, чем вы. Но все-таки попробуем дать вам несколько полезных советов и лайфхаков, чтобы вы не замерзли и вернулись домой целыми и невредимыми. Итак, холод. Если температуры незапредельно низкие, то лучше надеть теплые перчатки с открытыми пальцами, но пальцы нужно смазать жирным кремом. Детский отлично подойдет. А перчатки лучше взять на один-два размера больше и теплее, и можно их быстро снять. Ну а если вы экстремальный прям любитель порыбачить зимой и готовы выйти к проруби в мороз до минус 15 ниже, тогда перчаток будет недостаточно. Отличный вариант для вас теплая муфта, которую можно смастерить самому из рукава старой дубленки. На зимней рыбалке важно постоянно согреваться изнутри, но только не алкоголем. Вы должны сохранять ясный ум, потому что вы на льду, а это фактор риска. Возьмите с собой в термосе горячего чайку или кофе. Ну а если вам повезло и вы поймали золотую рыбку, загадайте ей какое-нибудь заветное желание. Ну а с выбором желаний помогут жители нашей губернии. Ой, здоровье, только здоровье, больше ничего не надо себе и своим близким. Побольше денег и счастья. Сдать сессию. Деньги. Отмена ЕГЭ. Ну чтобы коронавирус вообще кончился наконец на всей планете. Чтобы были все счастливы, чтобы у всех все было хорошо, главное, в семье чтобы все было хорошо. Я считаю, это самое главное – счастье. Чтобы коронавирус закончил все вот эти болезни. Друзья, мы продолжаем рыбачить. Устроили в нашей студии настоящую зимнюю рыбалку профессионал своего дела. Владимир Геращенко – рыбак. И Антон Севастьянов – заядлый рыбак, сумасшедший рыбак, как он просил отметить. Доброе утро. На летней рыбалке я был зимнюю примерно. Вот представляю. Но вот давайте, в чем вообще принципиальное отличие зимней рыбалки от летней? Холодно. Холодно. Так, хорошо. Лед стоит. Лед стоит. А от холода чем спасаетесь? Одежда. Чеплые костюмы. Так. Термобелье. Отводящее, потом термобелье. Это очень важный подход, потому что если ты ошибся с выбором, то есть можно купить хороший костюм рыболовный, но при этом ты не подберешь себе термоодежду, ты быстро вспотеешь, потому что вот как сейчас у нас погода такая, что очень много снега, то есть по колено. Сверо конверт. Да, представляете эту ситуацию, когда вам нужно пройти там полкилометра, даже хотя бы, вы просто вспотеете и замерзнете, когда встанете. А сколько приходите? И палатка, да, Макс, прости? Палатка, да. Палатка нас очень сильно спасает, то есть есть два вида рыбалки, это когда мы охотимся за хищником, это ходовая поисковая рыбалка, и для них как раз вот тут нужно вот это все модное оборудование, которое нам позволяет быстро найти рыбу и как бы начать ловить. И второй вариант, когда мы находим рыбу, ставим палатку, ставим печку, палатки там даже если на улице у нас минус 20, и при правильном теплообменнике, при выводе, то есть уже угарных газов, у нас получается где-то комфортно, плюс 20-25 температура. Этот вариант мне нравится. Да, при том, что на печке у нас всегда готовится что-то вкусненькое, потому что... И рыбку можно что-то приготовить. Прямо захотелось на рыбалку. А сколько, да, по времени длится у нас, сколько нужно сидеть, сколько обычно просиживают? Ну я вот лично больше шести часов как бы не езжу, вот кто-то остается на сутки, на двое, а то и на трое. То есть есть даже вот история, когда люди едут, то есть там с женой на три дня, на полный уикенд в палаточке, то есть у них там стоят раскладушки, они там отдыхают. Я вот так не особо как бы люблю, не особо понимаю. Вот, например, ваш рекорд. Рекорд пребывания на рыбалке на зимней ваш? Ну сутки. А, то есть вот так. А так в основном с утра и до позднего вечера, до темноты. Да, и все, достаточно. Я палаткой не пользуюсь, я в основном еще активно рыбалкой занимаюсь, с муромышками. Палатки не люблю, к ним привязан. Я ее переставлюсь, а когда мы выходим и за километр, и за полтора километра и дальше, когда в поиске. Я правильно понимаю, зимой тяжелее рыб поймать, чем в лесу? Зимой она менее активна. Она не спит. Она не спит, но она менее активна. А есть виды рыб, которые вообще не это, не клюют. Что тут делать тогда? Попадают. Ну карась, допустим, сон тот же. Зимой его не поймают. Ясно. Вообще, что у нас можно поймать? Что вы ловили? Да, зимой. Какие рыбы? Какие мы рыбы ловили? Сорожка. То есть та самая плотва. Лещ. Суда. Мы всех рыбаков просим показывать. Вот показывайте. Вот такая. Ну, с такими глазами тоже бывает. Какую рыбу ловили действительно? В реальности? Какого размера? Самая крупная рыба вам попадалась? Да, вот давайте прямо реально. Ну, именно зимой лещ 2,5 килограмма. Сколько это? Ну, вот так. Прилично. Он еще и круглый, во-первых, его изломки не вытащил сразу. Приходится его разрубить. Ну, давайте рассказывайте, в чем секрет удачной зимней рыбалки? Как найти это место, где вот рыба есть и она активна? Место для лунки, да. Как найти? Ну, тут на самом деле есть два варианта, да, наверное. Либо, согласитесь со мной, что пользоваться каким-то методами поиска внешнего, да, когда ты смотришь... Оборудование. Смотришь, рыбаки сидят, значит, там, наверное, что-то есть. Да, это самое простое. Но сегодня уже технологии шагнули настолько далеко в наш мир, что вот мы городские рыбаки, у нас есть один день, в лучшем случае в неделю, выход на рыбалку. И у нас есть идея половить, не просто где-то погулять. Мы можем, да, гоняться за всеми остальными рыбаками, ну, и, как правило, там, по статистике что-то, может быть, поймаем. Либо уже есть оборудование, такие, как вот наши российские холоты, кстати говоря. Вот, ребята в Зеленограде изобретают их, опустили, посмотрели, есть рыба, нет, пошли дальше. То есть этот прибор стоит, там, в районе 10 тысяч рублей. И любой, как бы, практически, может, человек позволит себе такие вещи. Я предлагаю... То есть какой-то сигнал, да, он подает? Это классический, классический холот, то есть в нем луч 40 градусов. Он посылает сигнал, 240 килогерц. Да. Да, возвращается сигнал к датчику, он его принимает и показывает картинку. То есть если есть какая-то помеха, да, он его показывает, что вот придурный слой, вот идет помеха. Буквально через пару минут мы разберемся в тонкостях работы холота и того, что можно поймать с его помощью. А пока что, если вы все-таки не решаетесь пойти на зимнюю рыбалку, попейте горячего чая с пастилой. А где взять пастилу, расскажет Татьяна Петсина. Киви, банан и обязательно яблоко. В его составе содержится большое количество пектина. Без него пастила не стабилизируется, а так и останется в виде пюре. Римма выкладывает его на специальные подносы и отправляет в дегидратор. Он удаляет влагу из продуктов, при этом сохраняя их вкусовые свойства. При температуре 45-50 градусов в течение 12-14 часов. Это очень полезный продукт. Почему я этим занялась? Я сама приверженца здорового питания. И эти фрипсы и пастилу можно диабетикам, которые страдают люди аллергией. То есть кто всегда на спорте и им сладкое нельзя. Вот это как альтернатива. Пастилу можно украсить орехами, воздушным рисом и дополнительно подсластить медом. Он, кстати, собственной пасеки. А с огорода Римма собрала клубнику, заморозила. И теперь вкус лета чувствует даже зимой. Хранится такое угощение достаточно долго – до 12 месяцев. Купила первую сушилку просто для себя. Попробовать сушить в летний период на даче. Попробовала. Мне очень понравилось сушить. Начала все, что было у меня на даче. В другой сушилке Римма готовит будущие фрипсы – фруктовые чипсы. Получаются совсем тоненькие, хотя изначально режутся толщиной 5 мм. Такой точности можно добиться только с помощью профессионального слайсера. Его, а также весы и два дегидратора Римма приобрела на средства субсидии на открытие собственного дела. Стояла на бирже, там мне сказали, есть такая у нас программа на открытие собственного дела. Выдается субсидия, там в размере от 100 тысяч. Разный у кого какой бизнес-план будет. И вот я решила попробовать. Составила бизнес-план. Не спала ночами, можно сказать. Интересно, что по образованию Римма – повар, но давно не работала. Стояла на бирже труда. И только этим летом решила попробовать себя в чем-то новом. Пробовала сушить фрукты, овощи, зелень и даже мясо. Все вкусно и полезно. Щадящая тепловая обработка никак не влияет на состав витаминов. Татьяна Петцина, Сергей Костин. Программа «Утро губернии». Друзья, мы продолжаем нашу беседу о зимней рыбалке. Напоминаю, что у нас в гостях Владимир Герасченко и Антон Севастьянов. Рыбаки экстремалы, я бы так сказала. И почти что еще сисадмины, потому что у них свой собственный эхолот. Мы уже начали разбираться, как он работает. Он просвечивает подо льдом пространство и показывает какие-то слои. То есть эти слои... Сигнал. Да, это не с рыбой. Все верно, да. С эхолотом мы разобрались. А что это за компьютер перед вами стоит? Принцип УЗИ. То есть представьте ситуацию, когда вы встаете на середину водоема, опускаете датчик, поворачиваете и в радиусе 80 метров вы видите палки, ветки, рыбу. Вы видите абсолютно все. То есть как на подводных лодках эта штука, которая пипи, пипи, лучше. Определяет еще лучше. Это как УЗИ. То есть это самое настоящее УЗИ. То есть вот как мы смотрим ребенка, точно так же мы здесь можем опустить, только там уже радиус будет 60 метров. Поворачиваем, видим абсолютно все движения. То есть можно в будущем добыть рыбкой. Да, можно вплотную договориться к рыбе. Да. Прям буквально ей вот в рот прям с ума все. Да, именно так. То есть если посмотреть уже лучшие чемпионаты мира, то уже каждый экипаж выступает с подобным оборудованием. То есть рыбалка на сегодняшний день превратилась в абсолютно другую историю, нежели раньше. То есть я сейчас опускаю, ротатором смотрю, где находится рыба, понимаю. То есть мне ротатор показывает, где рыба находится. Я двигаюсь к ней. То есть получается, ну, никакого спортивного интереса, да? Нет, уже нет. То есть... А много таких гаджетов у вас с коллекцией, когда вы у нее собираете? Лет, наверное, пять назад я увлекся, и увлекся с головой. Я ушел, продал весь бизнес, как бы, и вот именно ушел в рыбалку. То есть вот я теперь целиком, полностью, целыми днями только делаю, что рыбач. Ну вот ваш коллега, вы как относитесь к такому нововведениям? Или вы по-стариночке все-таки? Ну, я такие нововведения использую редко, достаточно. Но бывает, когда прибегаю к этому, мне надо, допустим, вот простой колодец, который, глубину посмотреть. Я люблю более спортивный вид. Люблю сам ее найти, то есть не видеть ее, а просто посмотреть глубину, посмотреть, где есть бровочки, есть пупочки. То есть рыба стоит на определенных аномалиях. Допустим, когда, может быть, плоское дно, и не выйти ни одной рыбки не стоит. Вот даже когда опускается видео, вот камера, вот, допустим, камера, да, опускается, ничего не увидит. Вот стоит подняться, уйти 7 метров 5, и будет бровочка-корялочка, и там может стоять целая стая рыбы, то есть определенный ход, это искать. Вот это да. А вы соревнуетесь вместе? Ну, бывает, что там вышли на рыбалку или там созвонились? Я поймал больше. У нас, смотрите, другая история. Есть такое сообщество, может, рыбаки самаре, мы услышали, когда-нибудь знаете. Это я, вы представитель, когда-нибудь. Мы там проводим соревнования, то есть проводим массовый сбор людей, там и детские мероприятия, и взрослые мероприятия. Ну, соревнуемся, кубки, грамоты, призы, очень много подарков. А все используют, что хотят? Или какие-то ограничения? Нет, эхолоты мы запрещаем. Потом причинить, что эти... Не спортивные. Проще. Это не спортивное, неинтересно. Человек должен найти умение, примерно знать водоем, прочесть его, где что находится. Ну, в общем, по-трушному, по-олдскульному. Пощупать своими руками и потрогать. А мне нравятся компьютеры. Мы желаем вам удачи и классных уловов. Да, это точно. Ну, и, конечно же, чтобы ваш энтузиазм и любовь к рыбалке не проходила. Большое вам спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Удачи. Ну, а мы прямо сейчас поделимся с вами репортерским уловом. Марина Баркова готова показать интересный сюжет. За окном метель, а здесь царит весеннее настроение. В Самарском областном детском эколого-биологическом центре собрались все влюбленные в цветы. Ведущий флористического показа – наш земляк. В прошлом – воспитанник станции ЮНАТОВ. Он же еще мастер спорта по плаванию. То есть он каждое утро, представляете, он вставал там в 5 утра, чтобы идти на воду. Директор школы, встретившись с нашим руководством, с нашим директором, в приватной беседе начали разговаривать. Он говорит, слушай, у меня есть такой мальчишка уникальный. Вот для нашего спортивного лицея как бы вообще такой, ну, выбивается из всего ряда этих спортсменов. Вот он увлекается флористами. И наш руководитель говорит, да пусть к нам приходят. И вот так Саша к нам вот попал, и это все дальше пошло. После побед во всероссийских проектах и конкурсах юный спортсмен и цветовод выбрал профессию ландшафтного дизайнера. Сейчас Александр Хайдуков заканчивает сельхозакадемию в Москве и уже отучился в Международной школе флористов. Он с гордостью представил дипломную работу – свадебный букет в японском стиле. Тема экзамена – мужской образ в живописи. Поэтому у меня была картина «Японский сенсей», который тоже держал в руках веер, и поэтому я сделал свадебный аксессуар, скажем так, или мужской аксессуар, заменяющий букет. Вот это листья красного дуба. Тут тоже листья галакса применены. Вот это берграсс, смотанный в колбаске, который тоже дает свою извилину. В родных пенатах выпускник впервые вышел на большую аудиторию. Он вернулся, чтобы поделиться модными тенденциями создания цветочных композиций и заодно попробовал себя в роли эксперта. Человек, который придет, прибежит, не знаю, метр розочки в пленку, он никогда не будет заказывать каркасные букеты. Но есть люди, которые хотят видеть что-то новое. Но, к сожалению, красные, розы, белые гипсофилы до сих пор актуальны. Но, простите, это почти могильный вариант. В рамках встречи Александр собрал на публике несколько авторских букетов. Один из них называется «Весеннее настроение». Это асимметричный букет, то есть основной композиционный центр находится с одной стороны, и все остальное уже переходит в другую сторону. Поэтому и ручка каркаса смещена, и весь композиционный центр. И есть выстрел в противоположную сторону, чтобы каркас визуально не заваливался. За хитросплетениями цветного ротанга внимательно следили студенты и педагоги Самарского и Тольяттинского профильных колледжей. Учиться, учиться, да и просто отдохнуть, потому что впечатления невероятные от этого показа сегодня. Потому что цветы, они, конечно, дарят настроение и радость. И вообще, молодой человек, мужчина-флорист, да, это, конечно, ну это очень интересно. Марина Баркова, Алексей Гриднев, программа «Утро губернии». Ну что ж, на этом все. Вот такой получился у нас сегодня день зимней рыбалки. А вы, друзья, не забывайте о безопасности на льду. Она прежде всего, даже если вы не рыбачите, а просто гуляете по тротуару. Всем отличного дня, с вами были утренние ведущие Максим Полагнюк и Саша Байдаченко. До встречи, пока. Я бы, знаешь, между нами говоря, никогда бы не поехал на зимнюю рыбалку. Кругом лед, а подо льдом вода. А как же рыба? Рыба у меня в холодильнике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова